наш вид выходит на мечеть и у нас призыв к молитве очень хорошо слышно смотрите какое прекрасное море прекрасная погода прекрасные звуки каждый день изо дня в день даже видны теперь горы погода налаживается все здорово продолжается зима вот это вот видите это рынок и сегодня мы отправимся на рынок всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как все на канале семья на чемоданах с вами я славян я вас приглашаю в новый выпуск как я уже сказал ранее обязательно мы сходим на рынок потому что уже целых две недели мы там не были почему не были на прошлой неделе потому что или дожди и нас просто обломала идти в дождливую погоду туда хотя эти не так-то далеко а еще сегодня выпуске я хочу вам рассказать про внж про ту информацию которая здесь ходит в пабликах всякие страшилочки поговорим про это а также хочу поделиться с вами нашими планами ребятки ставьте лайки пишите свои комментарии если не подписаны канал и хотите вместе с нами путешествовать то обязательно подписывайтесь ну и конечно же повторюсь как и в предыдущем видеоролике если вы какашечный человек то и проходить просто мимо нам такие вообще не нужны поэтому сразу выключите ролик и уходите куда-нибудь подальше но мы начинаем так мы собрались взяли телегу и отправились на рынок сейчас немножко там походим посмотрим кстати у нас три здесь такой аппарат стоит для картона и для вещей которые вам не нужны можно скидывать я думаю когда мы будем переезжать мы половину точно выкинем так ладно двигаемся посмотрим что по ценам как говорил ранее до 2 недели не ходили на рынок уже вот наберем как всегда но этого 2 недели на снял мы сколько ходим на рынок мы примерно покупаем одну и тоже там начинаем с картошки 5 килограмм неделю хватало потом всякие апельсины и мандарины яблочки да и так далее вот клубничку надо обязательно взять последний раз залетали на рынок 2 брали и очень было вкусно клубника тыку кстати обязательно берем но две недели уже не ели потому что две недели не ходили рынок в саларе вообще огромный туда к морю ходит улице это вещи и сумки и так далее он видите до самого самого конца а вот он продуктовый вообще на самом деле все в самом только разгаре так это выглядит здесь всякие сырые оливки там овощи фрукты но я не дам родион но очень здорово что круглый год можно покупать овощи и фрукты это конечно здорово вот тут вначале делают вот тут вот делают без люме мы тоже ее покупали правда дорогая здесь вся фир стоит а так обычно 20-25 так ну вот клубничка по 40 гранат по 30-25 стоят мандарины но мы будем брать чуть позже чучхелла наша любимая авокадо по 10 бананы по 15 капуста по 15 цветная по 10 брокколи по 15 вот мандаринки по 10 кстати апельсинки по 15 сегодня кстати много прилавков отсутствует почему-то не знаю почему от пустота видишь чирики по 15 кит пол зеленые мы на самом деле уже знаем все прилавки где нам что брать мы ходим прям постоянно к одними тем же как говорится и лимоны по 15 морковка по 15 но тут мы всегда берем лук морковку лук и картошку огурцы бы надо найти хорошие потому что такие вот гладкие на вообще не нравится раньше мы брали тыкву по 10 сейчас уже берем почему-то по 15 даже по 20 прикиньте яблоки я тоже хожу по 30 они были по 15 по 10 по 15 короче вечером чуть подешевле в любом случае но здесь такой ажиотаж происходит вечером что вообще дискомфортно гулять так сложно было найти огурцы так набираем яблоки тоже подорожали еще взяли эту господи брокколи капусту и цветную капусту все это по 15 лир мне очень нравится как здесь продают бананы такими огромными связками конечно мы тоже берем прям огромнейший видите здесь 4 килограмма прикиньте мы затарились он полная телега еще клубника еще там у мирошки под копой и не купили апельсины и мандарины пустой стол посмотреть какая огромнейшая поляна получилось полтора килограмма тыквы морковь не знаю сколько лимон и черри обычные помидоры кабачки два килограмма клубники огромное количество картошки брокколи лук капуста очень много огурцов перец это что цветная это яблоки 4 килограмм банан эти как они баклажаны и здесь еще то что дали верончику ему нужно отдельную собирать тележку вот это все вышло на 500 лир мы не купили апельсины не купили мандарины и не купили хурму закончилась наличка сейчас темика еще раз перехватим сгоняем еще раз на рынок и докупим там где-то лир на 150 у нас еще выйдет с учетом что мы возьмем мандарины килограмм 5 апельсин килограмм 5 и хурмы килограмма полтора теперь хочу вам рассказать немножко про внж про ситуацию которая сейчас происходит но давайте немножко вам напомню мы подавались на внж еще 16 октября 22 года рандеву нам назначили только аж на 27 декабря долго это или недолгое ожидание пожалуй охренеть какое долгое раньше такого не было с 26 декабря велись какие-то там новые правила какие-то новые подачи хотя по факту на официальных сайтах нет никакой информации то есть по сути это какая-то бредятина то что сейчас происходит и поползли слухи после 26 декабря что очень много отказов причиной отказа стала анкета которую люди заполняли либо на рандеву когда приходили либо их потом вызвали как было с нами нас вызвали мы приехали дозаполнили эту анкету кому-то сразу же в день рандеву при заполнении анкеты давали отказ кому-то когда они приезжали дозаполнить давали отказ а кому-то давали отказ уже после заполнения они получаются уезжали домой а потом на сайте видели отказа и им приходила sms по началу мы даже думали что да не какой-то бред скорее всего либо не неправильно заполнили, может быть они указывали в анкете хочу путешествовать, изучать язык ну и тут как бы можно даже и подумать что ну как бы у тебя есть 2 месяца еще 30 дней дается потом и того 90 дней путешествую что-нибудь изучать, что там тебе нужно но как показала практика и как показали кейсы наших знакомых нифига подобного знакомые, которые получили уже отказы они заполняли анкету совершенно по-разному, это совершенно разные люди кто-то одиночка, кто-то парень с девушкой кто-то муж с женой, у кого-то есть дети и отказы идут на самом деле массовые поначалу, когда только после 27 числа в пабликах началась информация я сразу так скептически да не, это походу что-то пугает всех сейчас начинается паника и все на панике будут там не знаю, ногти себе грызть и что-нибудь там допускать, какие-то ошибки но как показала практика уже реальная прошло уже достаточно времени уже почти январь прошел и отказы бахуют и отказы поголовные кто-то говорит, что отказывают только по аренде кто-то говорит, что еще и по недвижке отказывают и я хочу сказать, что да не важно, какой ты национальности не важно, купил ты либо снимаешь если они решили тебе дать отказ они тебе дадут отказ поверьте, кейсов сейчас на самом деле огромнейшее количество поэтому на что рассчитывать я не знаю мы сами до сих пор в ожидании и дадут нам, не дадут нам я вообще не знаю даже нет никакого намека, что нам дадут либо нет никакого намека, что нам не дадут потому что компания, через которую мы делали ВНЖ точнее подавались на ВНЖ, которая нам помогала с оформлением документов и с подачей она нам объяснила, как правильно заполнить эту анкету и говорит, ну вот если так заполнить то как бы здесь понятно, что типа все будет нормально окей, мы типа таки сделали будем ждать результата опять-таки, кто-то говорит, что нет нужно обязательно просто показать все счета что ты действительно будешь здесь и будешь обеспечивать свою семью на полгода вперед у тебя бабки есть ну я хочу сказать, что есть кейсы кому и так отказывают у них там есть куча счетов в турецких банках, в российских банках еще где-то счета они предоставляют кучу-кучу информации и им тоже отказывают как это работает, ребятки, я не знаю и скорее всего никто не знает ну по крайней мере со многими мы общались я даже рылся на ютубе, слушал юристов и юристы даже говорят совершенно разное кто, что у меня даже сложилось такое ощущение что они даже не знают законы своей страны и как работает миграционная служба и как действуют законы на приезжих с точки зрения ВНЖ либо с точки зрения коллапса который сейчас происходит ну и что касается нас мы сейчас просто продолжаем ждать и что будет, я не знаю поэтому мы начинаем уже находиться на некой панике хотя это паникой не назовешь но тем не менее мы начинаем простраивать некие маршруты свои план А, план Б, план С что мы будем делать, например, отказа либо что мы будем делать на предмет, наоборот, положительного решения сейчас с вами тоже над тем поговорим но в третьей части выпуска поговорим с вами про наши планы тоже хочу немножко поделиться хотя на самом деле это не конкретные планы мы просто, ну, думаем о чем нам делать итак, на стриме, который последний у нас был мы общались с людьми было нас огромное количество если, кстати, кто не приходит на наш стрим зря, потому что мы там обсуждаем и общаемся на те темы которых никогда вообще нету в выпусках поэтому не пропустите сегодня, кстати, вечером будет тоже стрим поэтому залетайте мы сидели с ребятами рассуждали, что делать дальше и делились своим мнением как бы мы поступили если нам одобрят ВНЖ либо нам, если не одобрят так вот, сейчас поделюсь и с вами но это, опять-таки, повторюсь планы неточные мы просто так примерно думаем изначально, когда мы подавались на икомет мы понимали, что это будет огромный плюс почему? потому что, ну, конечно, понятное дело мы можем остаться здесь в стране на тот период времени который нам одобрят а плюс ко всему, что мы можем сделать визу, ну, плюс-минус там в любую страну для нас самое важное было с икометом сделать нам шенген потому что в России сейчас получить шенген невозможно а вот как раз икомет тебе дает эту возможность и ты можешь его сделать и отправиться в путешествие в Европу что мы тоже очень давно хотим ну и, конечно же, если нам дадут икомет мы сможем даже допутешествовать в Турцию а именно, допутешествовать в Запад Турции приехать в Стамбул и немножко посмотреть еще Черноморский берег следующий момент, о котором мы так же давно мечтаем это посетить Азербайджан посетить Армению, Казахстан, Кыргызстан и, возможно, даже Монголию и все это сделать на машине да, такой путь тоже возможен это долгое путешествие но, опять-таки, смотря на погоду, которая сейчас там конечно, даже в Армении сейчас прохладно достаточно прохладно машина у нас не оборудована для жизни в такую погоду и самый край, когда мы можем спать в машине ну, нами лично проверены это когда на улице 13 градусов и то, утром просыпаешься, достаточно прохладно не хочется никуда выходить, а выходить надо, потому что тачка маленькая и вот мы сели с Настенкой и такие подумали блин, мы так хотим зиму всегда в тепле и знаете, сейчас уже зима на самом деле в полном разгаре и это очень клевая зима, очень теплая зима даже если сравнивать с сочинской зимой мы в Сочи тоже, кстати, зимовали сейчас мы проверяем зиму в Турции в том году мы тоже были здесь в декабре и зима здесь была в том году, кстати, гораздо холоднее в этом году, походу, нам просто повезло и она тепленькая но обоюдно смотреть на все это конечно, понимая, что хочется все-таки еще теплее что прямо это реально зимой были тапки чтобы это было теплое море в котором все абсолютно купаются не только я и, конечно же, чтобы... ну, честно, чтобы это была Азия а по-другому куда еще? и мы на прямом эфире обсуждали тему Азии и нам она зашла мы на протяжении недели, наверное, смотрим различные перелеты и направления куда можем отправиться куда мы можем вписаться в бюджеты, которые у нас есть и изучаем эту тему и на самом деле мы даже подумали что независимо от решения дадут нам ВНЖ, не дадут нам ВНЖ мы по ходу дела поедем в Азию хотя бы на какое-то количество времени там на месяц, на два, на три чтобы действительно перезимовать чтобы избежать каких-то серьезных ветров и чтобы не расставаться с футболкой мы рассматриваем такой вариант, что если нам дадут ВНЖ мы сразу подаем на Шенген а пока он будет делаться это достаточно длительный процесс мы как раз улетим в Азию после нескольких месяцев мы сюда приедем забираем Шенген и отправляемся на машине в Европу ну, согласитесь, план крутой но получится ли у нас? я не знаю конечно же, хочется сказать огромное спасибо всем тем нашим людям которые пишут в комментариях такие теплые слова поддержки типа, давайте, ребятки мы держим за вас кулачки да у вас точно все получится да вам не могут отказать обязательно получите и так далее, и тому подобное блин, ребятки, вы крутые у нас действительно очень классная аудитория не считая какашечных людей которые у нас, ну, к сожалению, тоже присутствуют кстати, вам привет и вы знаете, на самом деле мы держимся бодрячком и позитивом независимо, что там получится что там не получится мы однозначно придумаем какое-то новое путешествие ведь, как и загадывали изначально что мы хотим зиму провести в теплой стране но у нас пока это получается как будет дальше я пока, к сожалению, не знаю ну и на этой нотке можно завершать данный видеоролик, ребятки пишите комментарии всегда их приятно читать ставьте лайки, если не поставили в самом начале ссылочки все важные я оставляю, как всегда, в описании подписывайтесь на наш Яндекс.Зен на группу ВК там гораздо больше информации интересные статьи, интересные посты так что не упускайте возможности стать к нам еще ближе буду с вами прощаться до нового выпуска не забывайте про прямые эфиры пока